Уже без малого час сидела Надежда одна в богатой, стильно продуманной и любовно укомплектованной кухне в огромной пятикомнатной квартире некогда знаменитого дома в Лаврушинском переулке. Последние минут тридцать, пока зимний свет за окном и без того скучный стал меркнуть или ловеть, а затем и вовсе сгустился фиолетовый кисель, ей становилось всё хуже и всё страшнее. За все годы её работы с вип-персонами, пишущей категории граждан, за все эти непростые годы обслуживания брендов родного издательства, в подобной ситуации она оказалась впервые. Квартира принадлежала знаменитому писателю, в ком природа счастливо соединила лёгкий стиль, умение строить исторические сюжеты в жанре триллера и артистический талант произносить свои тексты с телеэкрана в приятной, несколько иронической манере, слегка усмехаясь одной стороной чуть скошенного рта. Он был рыж, конопат, внешне непрезентабелен, весьма скромного, чуть ли не подросткового роста. Но, как это порой случается в оборотневой вселенной телеиндустрии, неплохо смотрелся именно на экране, где, сидя в альтеровском кресле, вёл свою авторскую передачу с довольно высоким рейтингом, ибо говорил выразительно, быстро, вываливая о том или ином историческом деятеле совершенно немыслимые сведения, инцесты, предательство друзей и родины, убийство членов семьи, привычный и поголовный разврат, ну и прочие неотразимые для народа факты. Сегодняшний визит Надежды к Михаилу Мансуровичу Калиннику был обычной рабочей встречей подписания договоров на ближайшие допечатки нескольких его книг. Михаил Мансурович гостей принимал так же приятно и развлекательно, как и передачи вёл. И всегда у него какой-то новый белый чай, прямо из Китая, в диковинных фунтиках, с чубчиком, который он отчикивал полукруглыми серебряными ножничками. Всегда есть какой-то коричневый сахар с низким количеством глюкозы. И печеньки, соответствующие, без добавления маргарина, сахара, глютена и красящих веществ. Всё это принимать в свой уютный и здоровый организм было мучительно, но необходимо. Михман и сам был человечком пиететно-уважительным. И зорко следил за всеми правильными отправлениями ритуала. Словом, именно от милашки Калинника Надежда никогда не ожидала ничего экстраординарного. К сегодняшнему визиту практически не готовилась, не напрягалась, предвкушала чаепитие и увлекательный разговор. А ну в какое ещё экзотическое пекло! Михман наведался. И тем не менее, вот уже около часа происходило в этой квартире нечто небывалое. Налив редактору чаю в китайскую дивного изящества крошечную пиалу и вывалив в такую же плошечку комочек без сахарного варенья, Михаил Мансурович произнёс, чуть скосив рот в приятной усмешке, «Я, Надежда Петровна, буквально на секундочку вас покину». После чего ускакал по коридору, вдаль изгинул. Продолжение следует...